Экономика всюду. Сегодня о том, как докупить себе пенсионные баллы и стаж, если их не хватает, а право на пенсию по возрасту вы уже вот-вот получите. В этом году потенциальные пенсионеры могли ими стать только в первом полугодии. Следующий шанс, согласно пенсионной реформе, наступит во втором полугодии 2021 года. Для мужчин, которые родились в первом полугодии 60-го года, и для женщин, родившихся в первом полугодии 65-го. Дальше много цифр. Затем первое полугодие 2022 года для женщин 56,5 лет и мужчин 61,5 года. Далее полтора года никаких пенсионеров, кроме льготных. И в 2024 году право выйти на пенсию получат мужчины возрастом 63 года и женщины 58 лет. Но возраст – это не единственное условие выхода на пенсию. Нужны еще пенсионные баллы и минимальный трудовой официальный стаж. Нас интересуют 21, 22 и 24 годы. То есть ближайшие. И вот тут мы выясним, надо нам докупать и накапливать или у нас все есть. В 21 году минимальный официальный стаж работы требуется 12 лет и минимум 21 балл. Через два года нужно будет уже почти 24 балла и 13 лет зафиксировано документами официального стажа. А в 2024 году 15 лет и 28,2 балла. Если по возрасту вы уже пенсионер, а вот по этим показателям стаж и баллы нет, то пенсию вам не начислят. Недостающие баллы и стаж можно докупить. Для этого нужно подать заявление в ПФР и доплатить страховые взносы. Сколько это? В 2019 году было 29 354 рубля. В 2020 32 с небольшим тысячи. Это и есть тот самый добровольный взнос ПФР. Рассчитывается минимальный размер этого взноса так. МРОД установлены на начало года, умноженный на 12 месяцев и на 22%. Если в следующие годы МРОД увеличится, минимальный взнос тоже увеличится. Если заплатить полную сумму, зачтут год стажа. Если заплатить меньше, срок посчитают пропорционально. Эти правила заработали в марте прошлого года. Но купить весь стаж сразу нельзя. Только половину. И тут экономисты советуют уже считать. Если для пенсии не хватает одного года стажа, то есть смысл его докупить. Если два или три, сумму уже можно рассматривать как инвестицию и поискать, возможно, более выгодные варианты вложений. Есть еще варианты заработать баллы и стаж без уплаты взносов и не работая. Лучше всего это получится у женщин. Сидеть в декрете с третьим ребенком даст 5,4 балла, со вторым 3,6 балла, а в первой это как в армию сходить по 1,8 балла. За пятого и последующих детей пенсионные баллы не начисляются. Государство также позволяет докупить баллы и стаж своим родителям. Экономика всюду. Следим и участвуем.